друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный канал а маркет с торговой идеей где очень много аналитического контента в рамках одной торговой сессии с конкретными торговыми рекомендациями полезная информация которая точно пригодится вам если друзья вы постоянно поисках каких-то лучших торговых решений оптимальных точек входа торговая сессия понедельника прошла в целом довольно вяло если не брать в качестве исключения например динамику американского фондового рынка который в очередной раз обновил исторический максимум ущем я вас друзья и поздравляю потому что очень рассчитываю надеюсь то что вы в лангах вместе со мной особенно сильно выроса nasdaq который прямо сейчас котируется на отметке 14 1481 пункта с заветной целью которая остается актуальной на отметке 15 тысяч пунктов но до нее все меньше и меньше рекомендация о покупке этого индекса была дана когда он котировался гораздо ниже snp в целом тоже исторический хай в рамках вчерашнего дня сегодня 4273 пункта и то что фонда остается на таких высоких уровней уровнях вам для вас это должно быть друзья а еще одним подтверждением и доказательством того что рынок все-таки оптимистично настроен сейчас касательно дальнейших его перспектив инвесторы не очень-то и паникуют видимо потому что позиция фрс согласно последним комментариям самого джерома паула какое-то время будет оставаться исключительно на мякой если мы сейчас посмотрим на динамику индекс американского доллара 91 94 то есть про не 92 пунктов но в целом это не те максимумы которые мы наблюдали после заседания федрезерва я ранее комментировал детально вчера на стриме нашим совместным в telegram канале на вебинаре правильный понедельник рассказывать друзья то что исходя из последних макроэкономических отчетов особое внимание нужно было обратить на базовый индекс расходов наличное потребление который оказался в плане роста не таким высоким как ожидали эксперты фактическая цифра на целых пять десятых процентов прогноз был 0,6 процента месяц назад показатель был на отметке 0,7 процента то есть можно было бы предположить что если базовый индекс расходов которые в принципе для фрс является одним из индикаторов и стимулов принятия решений относительно денежно-кредитной политики исходя из того что это индикатор роста инфляции можно было бы предположить что если бы индекс вырос то у регулятора было бы больше вводных а точнее было бы больше вводных у тех кто покупает американскую валюту рассчитывая на то что фрс начнет ужесточать денежно-кредитную политику но сейчас друзья я не хочу вас расстраивать если среди вас есть покупатели доллара индекс расходов оказался не таким высоким как прогнозировали поэтому у продавцов доллара теперь больше аргументов опять же топить активно даже настаивать на том что американская валюта покажет еще свои минимальные уровни не забывайте отчет недельной давности по первичным заявкам на пособие по безработице конечно же 411 тысяч новых обращений это много это гораздо выше прогноза и возможно этот релиз меркнет опять же в свете того что мы ждем на этой неделе это но он фарм перс забегая вперед могу точно сказать что статистика вряд ли будет супер хорошей прогнозирует там прирост от 600 до 800 тысяч новых рабочих мест я думаю что показатель будет в районе 500 тысяч и ранее отмечалось что если без работы в сша остается семь с половиной миллионов человек то с учетом опять же прошлого месяца и потенциального прироста и создания новых рабочих мест на 500 тысяч этот показатель снизится до 7 миллионов что все равно остается астрономической цифрой и фрс не просто так нам тысячу раз уже говорил о том что слабость американского рынка труда это один из основных факторов и одна из основных причин почему до сих пор фрс проводит мягкую политику заключающиеся в низких процентных ставках и огромный по своим объемом ежемесячные программы количества смягчения показатель по инфляции мы вроде бы как уже оставили позади потому что положить сильно на риторику регулятора если для фрс сейчас первоочередная цель это создать столько рабочих места при которых рынок труда будет точно таким же здоровым как мы наблюдали в девятнадцатом году то давайте также внимательно следить сейчас за американским рынком труда и а поскольку я только что сказал что мой субъективный прогноз предполагает что количество новых рабочих мест будет все-таки в плане роста не таким высоким показателям и рост будет сдержанным я считаю что эту неделю целом доллара завершит а снижение по поводу других инструментов золото которая в качестве спекулятивной сделки ранее дал покупки со стоп лоссом на отметке 1770 это также сделка которую транслировали эксперты стендерта чартер это пока что это сделка еще в работе если конечно же рынок улетит ниже 1770 будем искать новую точку на входа евро против доллара спекулятивный шорт все еще актуально 1 1912 в целом рынок валютных активов ходит в узком диапазоне потому что все ждут когда же все-таки прояснится дальнейшая ситуация со долларом и ах американская валюта индекс доллара также выйдет из коридора в котором топчется вот чуть больше уже на неделе пока что эти настроения неопределенные сохраняются я думаю что можем поддержать сделку с этой профи там на отметке 1 18 тем более что индекс настроение как и ранее указывает на вероятность того что евро туда реально может сходить сегодня в 16 40 выступление лагарда в рамках брюссельского экономического форума о чем будет говорить конечно же о перспективах экономики валютного блока и сто процентов друзья будет сказано о рисках которые связаны с распространением штамма дельта сожалению активно проникает во многие регионы я надеюсь и допускаю что вы знакомы с информацией что страны и с приостановили это сообщение практически с великобритании за того что накануне в англии был зафиксирован а самый большой прирост количества заболевших за последние пять месяцев и это как раз обусловлено именно активным распространением нового штамма кстати этот новостной фонд стал причиной снижения британской валюты 1 38 65 сейчас котировки я рекомендую пока что воздержаться от длинных позиций если вы все-таки хотите поторговать фунтом с позиции такого фундамента то здесь шарты также с потенциалом еще коррекция на 100 пунктов может быть чуть больше так вот во время сегодняшнего выступления а кристин лагард скорее всего весь этот фон связанный с сохранением именно на ковидных рисков экономических будет ей подытожен что ли вроде бы как к с позиции того что уместно будет и дальше проводить стимулирующую политику это экстренный фонд помощи европейской экономики там объем почти в 2 триллиона евро как стимулирующая политика повлияет на евро мы конечно же друзья посмотрим я не отказываюсь от того что долгосрочные перспективы перспективы для пары евро доллар они по-прежнему остаются там с целями выше 1.22 1.23 но пока у нас сохраняется неопределенная ситуация и проторговка вот та вялая динамика по индексу доллара можно пробовать и а спекулятивные сделки с потенциалом именно коррекции на 100 пунктов по поводу фондового рынка уже все сказал здесь ланге остаются после последнего роста есть конечно же вероятности коррекции но пугаться ее не нужно друзья это нормально особенно на фоне такой бычьей динамики в целом траектория восстановительная она остается бюджетные стимулы мягкая политика фрс и вот последний пакет байдена на инфраструктурные расходы объемом в 1 триллион это очень хорошее такое фундаментальное наследие которое будет способствовать росту и nasdaq и s&p и а далее рынок нефти корректируется после пяти недель роста подряд я думаю что вот эти настроения неопределенность они сохранятся вплоть до четверка когда состоится заседание опек на котором будет принято решение о росте нефти обычные 500 тысяч но баррель в сутки этого мало чтобы компенсировать и перекрытие дефицит предложений которые присутствуют на рынке поэтому я думаю что концу недели рынок нефти бренд и wti также вернуться к траектории роста в общем друзья тенденции остаются прежними следим за развитием событий и ждем два важнейших фундаментальных событий этой недели заседание опять четверг и но он фарм прорс пятницу всем пока